Девушки отдыхают Морской рейд. Сотрудники Севприроднадзора и полиции проверили прибрежную территорию заказников. Стоп-алкоголь детям. В городе стартовала акция по борьбе с продажей спиртного несовершеннолетним. За минувшие сутки лимиты подаваемой электроэнергии Севастополю не увеличились. Дефицит сохраняется. Информацию озвучили в четверг утром на заседании оперативного штаба ликвидации последствий ЧАЭС. Что же касается обстановки в городе, Севастополь полностью обеспечен теплым водоснабжением, природным газом, фиксированной мобильной связью, доступом в интернет. За сутки коммунальщики зафиксировали два факта незаконных работ. Напомним, накануне Сергей Миняйло поручил исполняющему обязанности заместителя губернатора Сергея Балычева усилить контроль за проведением земляных работ. Ранее при незаконных разрытиях застройщики повреждали сети водоснабжения. В Севастополе проверили береговую линию заказников. Первый совместный морской рейд провели сотрудники Севприроднадзора и полиции. На двух патрульных катерах Афалина они обошли территорию в районе бухты Казачья, мыса Херсонеса и северной стороны города. Главная цель – определить, не ловят ли в этих местах рыбу, не сбрасывают ли отходы и не занимаются ли добычей полезных ископаемых. В Севастополе на данный момент пять особо охраняемых природных территорий, у которых есть морская акватория. В этот список входят прибрежные аквальные комплексы у мысов Лукул, Фиолент, Ая, Сарыч и около Херсонеса. Именно на эти объекты распространяется ряд ограничений. Рейдовые мероприятия проводятся в рамках реализации плана замечания Международной комиссии по обращению к президенту Российской Федерации общественности города Севастополь. Если кто-то нарушит эти правила, он может быть уверен, административная ответственность ему гарантирована. За нарушение режима использования заказника физическим лицам грозит штраф до 4 тысяч рублей, должностным – до 50, а юридическим – от 300 до 500 тысяч рублей. В основном это промышленное любительское рыболовство на этих акваториях в зимний период. В летний период будет посещение, а также замусорная акватория всплывающих средств. Сейчас вы понимаете, что не сезон, и нахождение на этой акватории плавсредств ограничено. Если сотрудники Севприроднадзора следят за использованием особо охраняемых природных территорий, то перед работниками полиции стоят другие задачи. В основном это идет нарушение режима плавания водителей маломерных судов, нарушение нормы обеспечения, ну и в том числе есть у нас административные правонарушения по нарушению лицензии частными предпринимательными производствами граждан. Сейчас нарушителей не так много в связи со существом СИЗО, но все-таки они попадаются в лето, я думаю, будет больше граждан нарушать правопорядок. Рейды проводят на двух патрульных катерах «Алина», которые внутренние войска МВД России получили в пользование в ноябре прошлого года. Они обладают высокими техническими характеристиками и практически не имеют аналогов в своем классе. Подобные объезды морских территорий полицейские сотрудники Севприроднадзора будут совершать еженедельно. Светослав Данилов, Даниил Паршин, информационный канал Севастополя. Введение налогового учета, особенности применения таможенных процедур и порядок заполнения декларации. Эти темы в четверг обсудили участники свободной экономической зоны. Представители профильного управления совместно с сотрудниками налоговой и таможенной службы Севастополя разъяснили предпринимателям, как преодолеть организационные трудности. Напомним, с начала 2015 года в силу вступил закон о развитии свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе. Он предполагает режим осуществления предпринимательской деятельности с ольготами и субсидиями на 25 лет. Сейчас на территории города свою деятельность осуществляют винодельческие, приборостроительные, импортозамещающие и IT-предприятия «Резидент СС». Вообще по этому поводу, это отдельная тематика сегодняшнего завещания в том числе. Миф о том, что Крым и санкции неразделимы для инвестора, нужно разрушать. На самом деле инвесторы, которые уже работают здесь, нашли возможность привлечения финансовых инструментов, в том числе оплачивают иностранных банков, оплачивают импортное оборудование, ввозимое сюда. Через три года мы действительно сможем увидеть какие-то первые итоги. Сейчас можем сказать о динамике. Да, динамика есть, объем капитальных уложений увеличивается, участники расширяют новые сферы и отрасли, в которых участвуют. И количество их точно так же динамично увеличивается. Внимание у автомобилистов. С 4 по 9 февраля на улице Воронина производятся ремонтные работы, сообщает прислужба правительства города. В связи с этим перекрыто движение транспорта на участке от перекрестка с улицы Спуск-Шестакова до перекрестка с улицы Фрунзе. Кроме того, ограничивается выезд транспорта на Воронина с улиц Суворова и Дроздова. У поселка Дергачи сбили велосипедиста. Под колеса автомобиля попал мастер спорта международного класса Геннадий Генус. ДТП произошло в четверг в 11.30 утра. Это была обычная тренировка спортсмена. Он ехал 30 км в час по главной дороге с улицы Жидилова в сторону Сапунгары. На кольце в районе Дергачей велосипедисту не уступил дорогу водитель транспортного средства ВАЗ-2110. В момент столкновения 26-летний спортсмен ударился головой о лобовое стекло машины. Прибывшие на место происшествия медики константировали у пострадавшего сотрясение мозга. Его увезли в травматологическое отделение 1-й городской больницы. Велосипед ремонту не подлежит. Сумма ущерба около 5 тысяч долларов. Ему машина резко переградила дорогу, в результате чего он въехал в правую часть автомобиля, ударился передним колесом в боковое переднее крыло, влетел в лобовое стекло головой. То есть у него уже болит шея, болят ребра с правой стороны. В машине находились водитель и пассажиры, однако автомобиль не принадлежал ни одному, ни второму. Они тестировали машину, собирались приобрести, рассказали очевидцы. Также, по их словам, после столкновения с велосипедистом, молодые люди пытались покинуть место ДТП и убежали в сторону частных домов. Пассажир скрылся, водителя догнали и привели обратно на место происшествия. Он оказывал сопротивление, не хотел сюда идти, падал то же самое. Но мы его тащили сюда, взяли за руки сюда, так как ему сбежать, он сбил человека. И мы его сюда тащили, он не хотел идти, так как он грязный весь, он падал, там бездорожье, болото, и вот так вот все получилось. Ну и сюда его привели, и дальше уже вам все рассказали. Правоохранители отмечают, если у пострадавшего не будет переломов, нарушителям грозит административный штраф в размере 5000 рублей. Севастополь обезвредили минометную мину и четыре артснаряда времен Великой Отечественной войны, сообщает прислужба МЧС. Бойприпасы были найдены местными жителями в окрестностях города 3 февраля. После снега и длительных проливных дождей, грунт размыло и взрывоопасные предметы оказались практически на поверхности земли. Немецкий артиллерийский снаряд АС-88 обнаружили на фиоленте. Артиллерийский снаряд АС-105 в районе Максимовой дачи, а два советских артснаряда в селе Штурмовое. Главное управление МЧС России по Севастополю обращается к жителям и гостям города. Если вы обнаружили боеприпас или подозрительный предмет, необходимо в срочном порядке сообщить о находке по номеру 101. Стопалкоголь детям в городе стартовала акция по борьбе с продажей спиртного несовершеннолетним. Проводится она в Ленинском районе. Напомним, осенью прошлого года здесь уже проверяли торговые точки. Было выявлено 27 случаев нарушений. Сейчас рейд пройдет в два этапа. Первый – наблюдение и предупреждение продавцов. Второй – проверочные мероприятия по несоблюдению правил и контрольной закупки. Нарушителям грозит штраф от 30 тысяч рублей. Хотелось бы предупредить субъекта хозяйственного о недопустимости реализации алкоголя несовершеннолетним. В случае выявления сотрудники полиции составляют административный протокол и направляют его для рассмотрения в суд. Административная ответственность предусмотрена в размере 30 тысяч рублей. За прошлый 2015 год с нами составлено именно Ленинским райотделом 27 административных протоколов по статье 14.16, часть 2, то есть продажа несовершеннолетним алкоголем. Данные протоколы были направлены в суд. Ко дню памяти Александра Сергеевича Пушкина в Центральной городской библиотеке имени Толстого провели викторину для учащихся колледжа, городской инфраструктуры и сферы услуг. Ребята читали «Пиковую даму», повесть Белкина, Полтава, затем по произведениям отвечали на вопросы. Сотрудники библиотеки отмечают, подрастающему поколению необходимо прививать чувство прекрасного. Надеются, что ребята будут проявлять больше интерес к русской литературе. Нынешняя молодежь, она очень вообще мало знает о каких-то наших писателях, о нашем прошлом, вообще о всем, что с нами происходило до, как это все описывалось. И развивать это как-то, вот на данный момент, это одно из самых важных. Потому что не только главное знать именно то, чему ты учишься, а важно также просвещаться духовно. Национальный музей героической обороны и освобождения Севастополя продолжает работу выставка «Надрыв и смута этих дней», посвященная 95-летию исхода русской армии и флота. Фондовая коллекция музея насчитывает свыше тысячи экспонатов, фотографии, документы, плакаты, личные вещи воинов и оружия. А в кинопавильоне продолжают показ документальных фильмов, посвященных обороне Севастополя. Просмотр тематических кинолин здесь организуют по четвергам. 4 февраля в рамках образовательной программы для молодежи о героях былых времен провели лекцию, посвященную подвигам адмирала Корнилова. Выставка, посвященная 95-летию исхода русской армии из Крыма, которая называется «Надрыв и смута этих дней», проходит в выставочном зале кинопавильона уже Федерального государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. Представлены уникальные экспонаты из фондовых коллекций нашего музея. Это и вещевые фонды, и художественные фонды, и фотофонды нашего музея. В кинопавильоне «Музея» продолжаются музейные четверги, в которых проходят кинопоказы. Программа 2014 – это лучшие документальные работы, которые снимались при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. И на этом у меня все. В студии была Наталья Двойцына. Благодарю за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова